как встретились так и поговорили я хочу использовать эфир радио которое слушаю всегда здесь в латвии интересные люди случайные встречи неожиданные интервью знаете что самое страшное самое страшное начать бояться для хорошей беседы не нужен повод и время не имеет значения но место встречи изменить нельзя спасибо ребят очень круто наконец-то выскажу только на радио болтком в любое время дня и ночи программа встретились поговорили такой начинаем да начинаем говорить уже вот все зашли в студию закрыли двери и готовы принять участие в разговоре мы надеемся кстати на наших слушателей что наверняка возникнут вопросы по кредитованию а у нас сегодня в студии как раз таки эксперт представитель компании алтера руководителю артур костин здравствуйте здравствуйте и телефоны нашего прямого эфира 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 можно задавать вопросы в ватсапе по номеру 2 3 0 6 1 9 1 если стесняетесь звонить прямо в эфир конечно вопросы я думаю вопросов очень много возникнет и возникает потому что наше такое сложное время насколько все таки меняются вот привычки потребителей насколько вот например самый ну наверное востребован популярный кредит ипотечный кредит вот что сейчас происходит насколько здесь риски возросли ли поскольку мы знаем что времена такие тяжелые людям теряют часто работу или цены растут то есть но все как-то лихорадит и в этой сфере кредитования все ли так гладко сейчас происходит ну тогда когда мы говорим насчет ипотечного кредитования одновременно мы всегда и говорим о рынке недвижимости в общем потому что ипотека это всегда о недвижимости по недвижимости в мире мы видим тенденцию которая мы видим тенденцию которая порождает спрос на недвижимость вообще в мире как таковом то есть все посидели дома всем стало дома скучно все сидели в четырех стенах и люди начали теперь люди люди начали теперь покупать недвижимость и в основном очень большой спрос у нас на частные дома и понятно что люди хотят брать кредиты накопление в этих 200 и 300 400 тысячах не у всех они есть люди берут кредит ипотечный чтобы купить дом ну и тогда нужно думать дальше какой дом ты можешь себе позволить и что ты можешь позволить мы уже вот до этого до этого говорили и какие вообще в принципе какие шаги нужно сделать до того когда ты берешь ипотечный кредит то есть тебе нужно сначала проверить свою зарплату если она у тебя официальная ли она тебя платить платят ли за тебя работодатель все налоги в каком она размере и нужно примерно прикинуть чтобы 30 35 40 процентов от зарплаты уходили на кредитные платежи то есть не больше желательно 30 процентов от зарплаты платить за кредит то есть если твой доход тысячи евро значит 300 евро ты можешь платить за кредит ежемесячно что в свою очередь с очередь значит что это примерно там 50 55 тысячный кредит то есть чтобы чтобы если если мы говорим про дом тогда скорее всего человек должен зарабатывать где-то наверное две две с половиной тысячи евро в месяц но мы говорим про одного человека или если это семья например вот рассчитывать из общего бюджета скорее из общего скорее из общего потому что в любом случае если это семья тогда делится это на двоих и тогда общий бюджет вот две две с половиной то есть может то есть если ты один зарабатываешь тысячу ты не можешь скорее тебе не интересно наверное в доме жить и не и не можешь не интересно но если вы вдвоем и чуть больше двух тысяч тогда уже можно рассматривать дом на покупку и есть разные нюансы которые желательно не присутствовать в выписке со счета потому что банк всегда смотрит чем ты занимаешься и банк даже скажу больше что смотрит на одинакового клиента по разному одинаковый клиент в моем понимании это человек с одинаковыми доходами примерно одного же возраста то есть вот допустим человек полторы тысячи евро у него доход работает войти войти компании другой полторы тысячи тоже работает работает там допустим настройки и тогда у банка 1 1 иногда случается вопрос ага настройки значит это может быть не постоянная работа может быть какие-то ну месяца что он может не не получать то есть банку меньше нравится человек который который не работает такую как бы постоянную работу ежемесячную это раз и два еще второй показатель это когда банк смотрит оборот насколько быстро у тебя обворачиваются средства в твоем счете то есть у у двоих у двоих людей с одинаковым возрастом полторы тысячи только у того у одного у кого первого полторы тысячи он эти у него эти полторы тысячи они как бы не кончаются плюс у него в конце месяца есть накопление видит 100 200 евро а у второго они допустим за месяц ой за неделю первую куда-то улетают то есть он все время кому-то должен у него какие-то платежи счета он он все время в каком-то круговороте хоть как бы теоретически человек один и тот же и заработок и возраст но именно как он обращается своими со своими средствами это банку тоже уже в наше время становится важно он может проверить посмотреть или или он может очень часто банк спрашивает именно именно выписку со счета чтобы посмотреть что вы делаете и выписки со счетом главное чтобы не было никаких каких-то азартных игр то что банку не нравится потому что человек значит какой-то нестабильный он может все проиграть и независимости какая у него зарплата можете проиграть то есть банк не очень любит какой-то геймблинг так называемый вот азартные игры не очень любит много быстрых кредитов или не очень любит даже когда ты опаздываешь по платежам за какие-то телекоммуникации финансовые финансовые платежи можно ли оспорить какое-то отрицательное решение банка на твой счет я думаю что можно и нужно единственное нужно немножко подготавливаться правильно потому что банк не всегда скажет почему именно для банка со стороны банка есть такое им ему иногда самому некорректно выражаться то есть допустим если у человека какая-то проблема и банк ему не дает кредит они ему не будут говорить именно на насчет этой проблемы именно то есть потому что ты игрок да или что-то такое как же как же тогда сделать выводы там работу над ошибками какую-то ну самому пора скинуть мозгами ну примерно да то есть не всем мозгу хватает но тот кто тот кто то та причина которая не очень может понравиться клиенту скорее всего она не будет ему озвучено я думаю так ну чтобы как у кого-то там не задеть не дай бог или так далее как в американском посольстве они тоже не объясняют причины если отказывают в визе хорошо если нет по-другому сформулирую банки между собой обмениваются эта информация черный список клиентов вот мы этому не дали если придет к вам ну там тоже обратите внимание гоните его там метро игрок есть ну в принципе каждый банк на самом деле думает о себе в первую очередь есть список именно должников кто не давал не отдавал или не отдает деньги на сегодня на текущий момент в том числе есть список должников которые допустим не платили по каким-то платежам тем же коммунальным если если их дальше послали или к судебному исполнительную или компании которые собирают ну коллекторская компания которая собирает долги тогда получается что этот человек есть в этом списке и банку это тоже не очень нравится он не всегда дает но из этого всегда можно всего как бы вылезти потому что я скажу я сам очень часто забываю платить за телефон когда он приходит счета и ну ничего я их оплачиваю потом банку говорю что вот я оплатил просто забыл ничего страшного также по парковке может быть нечаянно что пришел штраф ты его тоже где-то потерял а как вот все таки это вот действительно оспорить то есть вот но я потом прийти и сказать что знаете вот он конечно у вас могли бы возникнуть вопросы по вот этим 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 пунктам я сейчас объясню вот здесь да да ну всегда обязательно нужно коммуницировать потому что банк не робот и как бы не хотелось но мы все равно все все в коммуникации и с банком всегда можно говорить и можно даже можно помимо помимо вот этих вот то что мы говорим платежи которые опоздали но это само собой разумеется что ничего плохого там нет это спокойно к этому все относятся если мы говорим о каких-то каких-то других кредитах о какой-то кредитной истории тогда уже нужно немножко больше но обратить но обратить внимание допустим то есть поконсультироваться возможно с каким-то знакомым или с консультантами финансовыми можно к нам тоже обращаться и то есть всегда объяснят что допустим вот у вас полгода смотрит вашу выписку значит полгода в завязке вот казино или чего-то такого да или ну делайте что хотите про но полгода вот как бы вас рассматривают также и с зарплатой то есть понятно то что банк желает видеть зарплату и у кого-то у кого ее там нету или кто не все налоги платили или у кто как-то как сам занятое лицо платят только зачастую мы видим со своей стороны что люди просто а себе на полгода назначают какую-то зарплату и работают ее получают платят все налоги и банк тогда уже способен дать кредит единственное банку банк конечно хотел бы чтобы это и продолжалось но там уже как получается это то что мы видим со своей стороны как люди поступают вообще ежедневно и джизм сразу хочется спросить вот по поводу возраста то есть если какие-то ну верхние границы возраста когда банки начинают уже думать что вот скоро на пенсию сможет ли он выплачивать в принципе срок кредита должен заканчиваться когда вот ты выступаешь на пенсию то есть если тебе 50 то и если пенсионный возраст на 65 я так понимаю то 15 лет будет кредит то есть не дольше чем пенсия какие-то банки иногда дают какие-то поблажки но это тогда опять таки же нужно строго индивидуально это строго индивидуально скорее из-за того насколько то есть первый если тебе первый взнос допустим не 20 процентов или не 15 которые привычные если у тебя с первый взнос 50 тогда банк себя чувствует намного спокойнее тогда он может опять зайти тебе навстречу и дольше кредит это сделать ну и если у тебя пенсия тоже солидная такие встречаются в латвийском государстве а что касается стороны банков более-менее понятно что касается самих потребителей наверняка нередкие истории когда человек и хотел бы улучшить жилищные условия и семья там увеличивается и нужно там комнату 2 но не может решиться на этот шаг на первый взнос потому что последние полтора два года показали нестабильность финансовой ситуации всего и вся вокруг и неуверенность какая-то в работе вот сейчас я вложусь влезу там на долгие годы в кредита из чего я буду их отдавать потом даже если мне его дадут есть какие-то такие успокаивающие новости от вас для вот таких которые не могут решиться хотя на самом деле наверняка оснований для волны не это и нет обоснованно да вы знаете всегда это вас в основном это все зависит от человека от его самого психологии как он думает это его мышление то я заметил в принципе люди которые не решаются о покупке новой недвижимости или о улучшении своих жилищных условий это просто на самом деле у них в голове какой-то их личный страх их личное лимитирование как они себе не разрешают жить лучше и поэтому придумают я скажу такие всякие отмазки и чего нужно истерегаться и почему нет и чтобы как-то даже обосновать математически это все то мы можем просто подумать то есть допустим ты живешь снимаешь квартиру квартира стоит 400 евро в месяц к примеру каждый месяц эти 400 евро платишь какому-то непонятному дяде это в год почти 5000 то есть 4.8 тысяч евро всего почти пять ты просто ее ну кому-то платишь и но но у тебя такое фейковое ощущение что ты свободен я считаю что она не настоящая потому что наоборот ты завязан что ты должен заплатить если ты не заплатишь что у тебя не будет держать также как и с банком да то есть ты кредит не отдаешь и у тебя есть хотя бы там даже возможность продать эту недвижимость к примеру человек покупает недвижимость сегодня сейчас стоит она 100 тысяч это недвижимость он платит там свои эти 350 или 400 допустим евро в месяц за кредит два года или год он там или три года все равно продержал эту недвижимость по вот и он решил потом у него что-то случилось он не может больше платить окей за эти два года во первых он отплатил какую-то сумму по кредиту то есть он положил ее себе в карман это можно сказать так и второе это он может продать эту недвижимость получить свой первый износ обратно получить те деньги которым платил ежемесячно по кредиту вас основную сумму обратно плюс скорее всего недвижимость растет в цене то есть с момента 2008 года до сегодняшнего дня недвижимость как бы скептики что-то не говорили она росла и это факт то есть уже 13 лет недвижимость в латвии растет и это третий третий факт если недвижимость допустим по 3 или или 4 процента или 5 процентов в год растет значит и 9-15 процентов заработал на том то что недвижимость подросла и вот и через три года не можешь больше платить тогда у тебя плюс 15 тысяч за прирост недвижимости плюс у тебя за эти 36 месяцев которые три года где ты платил там по 400 евро у тебя еще там допустим 15 18 15 где-то тысяч скопилось да и плюс первый износ который у тебя был то есть у тебя на руках есть деньги и ты можешь себя чувствовать спокойно а тот человек который снимает квартиру и арендует он не может себя чувствовать спокойно потому что у него не будет вот так вот ну вот этого дохода допустим через три года и он все и до свидания и ни накоплений ни недвижимости ничего нет ничего что продать ну зато когда ты ничем не владеешь например у кого-то снимаешь да там чужому дяди или тете платишь у тебя чуть хуже финансовая ситуация ты переезжаешь квартиру чуть попроще чуть лучше ты можешь переехать куда-то чуть получше точно также когда ты владеешь недвижимостью тебе же в нее еще надо и вкладываться это уже твое и надо делать ремонт постоянно косметику не косметику и новую мебель покупать это все тоже бьет по карману по кошельку это опять брать какие-то дополнительные кредиты ремонт который там трехкомнатная квартира не знаю 67 100 метров он же тоже влетает копеечку плюс там не дай бог крыша прохудилась лифт упал не дай бог еще что-то случилось сразу же описал все сразу несчастье всем подъезда ну как ну это твоя собственность не несешь ответственность так ты требуешь с того кто тебе сдает мол у меня батарея не греет только почини а то платить не буду вообще съеду отсюда а так ты сам вкладываешься у меня батарея не работает а надо бежать когда апсами кошина с компания выяснять в чем дела всем подъездом сбрасываться там на ремонт кота муспровода или тому еще ну вот куча каких-то коммунальных я сам полностью согласен что такие все проблемы они могут возникнуть и все и в тем более еще и все сразу но все упомянутые проблемы они в цене аренды уже то есть то есть тот кто тот кто сдает он не дурак он уже он уже по он уже это вставил в цену еще и земельный налог в лучшем случае просто заплатил а у нас между тем или он уже у нас 7 212 93 9 напомню телефон здравствуйте добрый день здравствуйте здравствуйте ваш кость рассказывает такие ну как вещи да дело в том что в нашем государстве ты не можешь быть уверен в завтрашнем дне да вот я вам приведу свой пример скажем так мы купили квартиру вот все нормально значит платили все хорошо вот потом я на полтора года загремел на бюллетень я сломал ногу в четырех местах вот вы сами понимаете что бюллетень оплачивается не полностью и тут начинаются проблемы выплаты до кредита потом значит мы когда эту квартиру купили мы сделали там очень хороший ремонт ну и для себя делали да но дом управления не отремонтировала крышу вовремя и у нас залила эту квартиру и пошел грибок а вы прекрасно знаете что если грибок пошел то от него избавиться невозможно вот то что там химия и все такое это буквально что там на два три месяца и он опять вылазит понимаете и мне пришлось сделать банкротство иначе уже квартиру соответственно такую кто там будет покупать или там значит опять надо вложить кучу денег чтобы ее ремонтировать и парить кому-то да которые потом человек будет мучиться с этим грибком так что в наше время здесь у нас кредит это не выход из положения это это капала спасибо спасибо за звонок ну и здоровья даже но с другой стороны как человеку просто наверное не повезло те же ну такие случаи бывают но как бы это не с каждым ну хочется все-таки верить происходит такое тем не менее да да я думаю что вообще на самом деле в этом случае всегда есть на это все финансовые продукты потому что во первых раз бюллетень она должна была оплачиваться если ну ты плачешь налоги какое-то время второе всегда есть страховка и я бы я скажу что конечно тогда когда ты берешь какие-то финансовые обязательно то лучше обязательства то лучше быть застрахованным против и таких случаев в том числе потому что здесь мы на слух сейчас что я услышал это два страховых случаев первый это когда человек получил травму я не знаю это был в процессе работ или не в процессе работы но это страховой случай что выплачивается деньги второй второй случай 3 даже второй случай когда у тебя есть страховка кредитных платежей то есть если ты не работоспособен не по своей вине как как данном случае то опять-таки страховка она здесь работает этот страховой случае и И третий страховой случай, возможно, но там нужно углубиться было бы, это вот насчет плесни, грибка, и что обслуживающая компания что-то не так делает, потому что у меня лично был тоже случай, тоже насчет крыши, и в моем случае обслуживающая компания тоже ничего не особо хотела делать. Я обратился в страховку, они мне выплатили деньги, я смог сделать свой ребонт, и потом они уже дальше сами в виде регресса разбирались с этой обслуживающей компанией. То есть здесь мы как бы три страховых случая увиделись, против чего данный человек не был застрахован. А скорее всего не был застрахован, потому что не знал, не имел информации. Тут мы приходим к проблеме правового безграмотности основного количества наших жителей, меня в том числе, я вот честно тоже. Нет, о страховке свежекупленной, отремонтированной квартиры, конечно, подумал бы, но всего того, что вы перечислили, мне бы в голову не пришло. А тем не менее, у нас есть тем временем еще один звонок, давайте послушаем. Да, пожалуйста. Добрый день, здравствуйте. Алло, извиняюсь, это опять я, страховочка была, да? Но когда пришел агент страховой ко мне, он посмотрел, да, мы там разберемся, и прислали мне, что грибок и плесень страховым случаем не являются. Вот и все. Да, спасибо за ремарку, ну прям действительно. Спасибо. Да, не кинем всюду клин. Про грибок немножко поговорили, хотелось бы немножко вернуться на пол шага назад. Вот этот кредит на недвижимость, не у всех есть первый взнос. Да. Может быть, прозвучит глупый вопрос, но тем не менее, а пускай он прозвучит. А можно я про грибок скажу? Да, да. Есть страховки, которые покрывают тоже грибок, и здесь вопрос, какую страховку ты покупаешь, потому что страховки могут быть дорогие и дешевые, и не всегда… Ну, дешевые страховки, они просто мало рисков в себя включают, и дорогие включают намного больше. Ты можешь на ту же квартиру купить страховку, ну, примерно за 70 евро или 60, или 50, и можешь купить за 150. И так, где за 150, там даже будет включен такой риск, где у тебя дома, у себя дома упал телефон из руки, и тебе этот телефон отремонтировали. То есть такая страховка будет стоить 150 евро в год, а та, которая 50, она, скорее всего, будет там, ну, только против какого-то там ветра, пожара или чего-то такого. То есть только плати за страховку, и всё тебе будет. Так вот, глупый мой вопрос. Самое время ему прозвучать. Есть ли кредиты на первый взнос? Вот я хочу купить квартиру, но я не накопил, но прямо у меня свербит, вот дай, вы не положь. Я готов выплачивать кредит, но нет первого взноса. Ещё и за первый взнос. Где первый взнос взять? Я скажу, что как бы официально нет. Люди так делают, но это неправильно, и официально так не нужно. делать. То есть люди просто сами по своей как бы инициативе обращаются в компании не банковского сектора, берут вот эти 10 тысяч как потребительский кредит, используют его в виде первого взноса. Банк в наше время, понятно же, всё это видит и не даёт кредит в основном, но если там это всё сделать буквально, не знаю, в один день, тогда может быть и это получается, и некоторые люди так делают. Но это полностью неправильно, и так делать не нужно, и вот именно кредит на первый взнос, такого как бы правильного и финансово грамотного продукта нет. Может быть, кто-то даже в рекламе это где-нибудь скажет, что здравствуйте, у нас есть кредит на первый взнос, но это вот с позиции финансовой грамотности не было бы правильно. Что тогда делать? Копить? Да. Просто копить? Ну, копить есть и алтум программа тоже, то есть тебе нужно будет 5% первый взнос. Какие ещё виды, продукты кредитов сейчас предлагаются на рынке? И я понимаю, что мы говорили только об ипотечном кредите, а есть ещё наверняка? Да, есть разные, и я бы хотел бы смотреть на кредиты со стороны вот именно финансово грамотно, то есть выгодные и невыгодные кредиты. Тогда, когда ты берёшь кредит в пятницу, чтобы пойти куда-то погулять, и не рассматриваешь процентную ставку, и не думаешь, как ты будешь отдавать, и сколько вообще стоит данный товар денег, это, наверное, не было бы финансово грамотно. Если ты берёшь ипотеку, то, в принципе, в финансовой отрасли считается, что ипотечный кредит – это финансово грамотный и именно выгодный инструмент, что тебе дешевле, лучше взять чужие деньги, то есть банка деньги платить меньше за кредитный платёж, чем за аренду, и копить это всё, как я этой схемой говорил. Точно так же считаются выгодны какие-то виды потребительского кредитования. Допустим, люди, у кого есть частный дом или электрокар, допустим, или и одно, и второе вместе, то они могут купить эти солнечные панели. Есть кредит на солнечные панели, то есть ты оборудуешь свой дом солнечными панелями, ты платишь процентную ставку буквально 6-8% годовых, но эти солнечные панели, они тебе производят электроэнергии намного больше, чем эта сама процентная ставка. То есть ты вот сегодня сидишь, ты и Вася сидишь за столом, у тебя нет ни солнечной панели, ни денег на них, а тут ты клик сделал, у тебя есть солнечные панели на деньги банка, и у тебя производится столько электричества, что на самом деле больше, чем эта ставка за кредит. То есть опять в данном случае ты, как именно простой потребитель, можешь остаться в плюсе и быть выигрышным. Дальше, ну это тоже как пример выгодного кредита. Дальше выгодный кредит это, допустим, если это какие-то автомобили, у тебя есть вариант, ты можешь купить машину за 5000 евро, она у тебя будет все время ломаться, будешь сидеть в автосервисе, и оттуда не вылезать, тратить время, не зарабатывать деньги, потому что ты вот сидишь в автосервисе, ждешь, пока тебе сделают, и все время смотреть, ой, что это за смета, где вы такую взяли. И вот там люди зачастую оставляют 500-800 евро за ремонт машины, когда там что-то застучало где-то. Но ты можешь взять эти 5000, положить как первый износ, купить машину себе там поновее за 20 или 30 тысяч, платить этот ежемесячный лизинг за этот авто, и, скорее всего, все-таки ты останешься в плюсе, потому что ты просто не выбросишь деньги на вещь, которая у тебя все время ломается, и тебе нужно все время обслуживать. Плюс ты не потратишь время на это, и в это время ты тоже, скорее всего, заработаешь какие-то деньги. Я считаю, что данный такого вида пример тоже ему есть место быть. То есть такая стратегия, которая ориентирована на будущее получения, то есть суммарно получается, все равно человек остается в плюсе. Нам нужно было бы просчитать просто как бы вариацию, одну и вторую, но я так считаю, что да, как и на недвижимость, так и на эти панели, так и на эти машины. Просто все всегда должно быть разумно, с умом и, желательно, застраховано в том числе. Я прямо вот эти сейчас слова запишу аршинными буквами. Разумно и застраховано. Да, но как быть с тем тезисом, что жить нужно все-таки по доходам? Это и есть. По средствам. Это и есть. Любой кредит – это непосредственно. Ты не можешь прийти и купить. Ты влезаешь в долги. Ты платишь как бы за аренду финансов в данном случае получается, но также, на мой взгляд, скорее аренда чего-то ты не можешь купить, и тебе может быть банк не дает кредит даже на это, потому что он считает, что ты неплатежеспособен. Ну как, у нормального человека, допустим, у нас в Латвии средняя зарплата, она, мне кажется, 800 или 900 евро, где-то так. И тебе или ты копишь вот эти 10% в месяц, то есть ты там 80 или 90 евро откладываешь каждый месяц, или 200 евро или 300 евро, допустим, откладываешь каждый месяц, чтобы на что-то накопить. Ты сейчас этим не пользуешься, но ты же можешь те же деньги не откладывать, которые тебе будут теоретически девальвироваться, а именно взять этот кредит и уже пользоваться этим. По мне это то же самое, просто в одном случае ты пользуешься, в другом ты ждешь тот момент, пока ты начнешь пользоваться. Такой разумно посчитанный кредит – это, в принципе, и умное потребление. Ну конечно, я это так же рассматриваю, как и покупка абонемента в спортзал или что-то такое. То есть получается, что вот эта логика, ну не знаю, осуждающей бабушки, которая, значит, вот говорит, что вот живешь действительно непосредством там или так далее, она в конечном итоге оборачивается тем, что, ну вот, действительно жизнь одна, то есть вот можно ждать, когда ты накопишь, накопишь или уже сейчас пользоваться, пока вот ты молод, полон силы как раз-таки хочешь. Ну то есть все всегда говорят, что, как это ни парадоксально, пока человек молодой, ему нужны деньги, а чаще всего они накапливаются к старости, когда ему уже ничего не нужно, он уже не в том возрасте, когда может действительно получать удовольствие от этих денег. Вопрос, видимо, действительно в том самом пресловутом разумном потреблении, потому что я помню лет, сколько там, 12-13 назад, самая популярная машина из новых, самых продаваемых, был Porsche Cayenne. Ну как-то при наших доходах, вот озвученных, ну хорошо, не 800, там настройки тогда зарабатывали по пару тысяч, и понакупали все Cayenne, потом не знали, что с ними делать. Ну это было неразумно. Конечно. Машина чуть поскромнее, но тем не менее надежная, новая, в которую не надо вкладываться в ремонт, потому что вкладываясь в ремонт, ну опять же, как Артур говорил, ты покупаешь машину дешевую, ты тратишь деньги, а потом еще ежемесячно ты доплачиваешь за пользование старой плохой машиной, потому что ты какое-то время и деньги оставляешь в сервисе. Ну это уже неразумно. Ну да, это, господи, как пример с одеждой, что все говорят, покупать дешевую одежду, которая очень быстро испортится, опять-таки неразумно, потому что покупая более дорогую, хорошего качества, ты ее проносишь дольше и в результате остаешься выигрышем. Ну то есть, да. Ну примерно так, также вот недавно со стилистами говорил я, они говорят, вот у меня сумочка дорогая, ботинки у меня дорогие, мне там удобно, и они хорошо долго носятся, а майки мне как раз хочется менять в зависимости от стиля, от моды каждую сезон, и поэтому я их вот меняю. То есть, я майки покупаю дешевые, там ботинки условно дорогие. Я напомню нашим слушателям телефон 67212-93-9, есть возможность получить консультацию специалиста по кредитам от Altera, Артур Костин в нашей студии. Вот, может быть, еще несколько вот слов о том, какие, кстати, вот виды кредитов, какие виды страхования, может быть, действительно предлагают сейчас вот на рынке? Ну, есть, в принципе, у нас, если мы смотрим рынок страхования в Латвии, то Латвия, по тем данным, которые я смотрел, была вторая в Европе самая незастрахованная сторона. То есть, в Латвии средний человек платит несколько десятков евро, если я правильно помню, это было около 70 или 60 в среднем. То есть, если мы возьмем общие деньги, которые заплачены за страхование, поделим на количество людей, то это было, по-моему, около 60 или 70 евро в год с человека. Это значит, что за эти деньги, в принципе, мы понимаем, что наш человек, он, скорее всего, застрахован только одним видом и, скорее всего, обязательным. Что значит, если вся машина, то ты покупаешь эту обязательную страховку, которая примерно столько же и стоит. Это значит, что никто налево-направо не застраховался. И получается, ну да, и в среднем, а вот, допустим, немец тратит где-то 300-350 евро на страховку в год. То есть, мы себя, получается, не любим? Отчасти. Раз не страхуем. Потому что мы не знаем, мы не знаем, что это можно и что это работает, и какие-то единогласные случаи, где кому-то что-то не выплатили, опять-таки же, потому что не знали, что этот риск включен или не включен, ну, дальше люди думают, а, это все как бы обман или что-то такое. Мы сейчас, в принципе, говорим о личном страховании, то есть, скажем, страховании здоровья. Да, в том числе, в том числе. Ну, страхование здоровья человек не может купить сам себе с улицы, его может застраховать работодатель, потому что компания страховки, она не будет каждого, ну, страховать. Такого продукта сейчас в Латвии нету, вот именно по одному. Потому что ты уже как бы, уже подразумеваешь, что ты очень сильно заболел, сейчас ты пойдешь делать себе операцию, такой, ай-ка, я застрахую перед этим. Тогда эта страховка должна бы стоить, если, ну, каждый второй у тебя болеет, значит, и каждый второй планирует две тысячи со страховой компании получить, значит, тебе как минимум надо страховать их по тысяче каждого, тогда ты выйдешь в ноль. А страховка здоровья, она работает так, что просто берут большую массу людей, там, 50-100 людей, которые работают в компании, всех их страхуют, по разумной очень цене, там, буквально 300-400-500 евро в год работодатель за это платит, что не так и много, и потом, ну, кому она действительно нечаянно понадобилась, там, тот и ей пользуется. Ну, говоря о рынке страхований, именно личном таком страховании, тогда, на ваш взгляд, что было бы разумнее всего страховать? На сегодняшний момент в Латвии номер один страховки – это те, которые обязательные, обязательно это у нас застраховать машину и застраховать квартиру, когда ты берешь кредит, то есть это тоже обязательно страховка. И потом каску очень часто страхуют, обязательно тоже, ну, очень часто будет обязательно страховать путешествия, они бывают в карточках, очень часто предлагаются. Интересно, страховка, на самом деле, есть, когда ты можешь страховать своих домашних животных. Эта страховка мне нравится, то есть, на самом деле, если животные попадают к ветеринару, то это тоже не всегда очень дешево, и когда ветеринар что-то производит, какие-то манипуляции, то эта страховка, ну, она хорошо покрывает это, и она стоит там недорого, около 10 евро в год. Но это для, наверное, собак и кошек, да, в главном углу? Собак, кошек и еще кто-то там. Ну, хомячки там, я думаю, как бы вряд ли войдут, они что-то такие. Там есть список. Да, у нас есть звонок, добрый день. Добрый день. Я вот, бедный пенсионер, страхую свою квартиру, а то все работы этих лиц уже много лет. Я однажды сработал, завел соседей и покрыли убытки. То есть, получилось вам это финансово выгодно? Да. Прекрасный пример. Спасибо большое, что поделились жизненным опытом. Ну, дай бог, чтобы ничего подобного больше не случалось. Ну, на самом деле, да, вот, работает-то, работает, надо задуматься. Остановились на страховании животных, да, вот там, то есть, я понимаю, что список, получается, там вот есть у страховых компаний. Там просто у каждой страховой компании он свой. Там зависит еще от того, какого, как это, Штирны. Это, наверное, рода, нет? Порода. 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 Порода, имея в виду вид животного, рода. Вид его, да, порода, насколько дорогая ваша порода, и тоже, насколько, сколько лет вашему животному. Там тоже есть пенсионный возраст. Ой, да. Да, можно ли взять кредит на собачку? Записать на собачку? А, нет. Для пенсионного возраста. Нет, кредит нельзя, но я имею в виду, что просто, если ты... Пятница, хочется чего-то легкого уже тоже. Нет, кстати, интересно. На любимую собаку запишу кредит. А если действительно дорогая порода собак, можно ли брать вот кредит для того, чтобы приобрести... Для обеспечения? Нет, для приобрести дорогую, вот, например, собаку сейчас же тоже. Почему бы нет? Нет, это просто потребительский, в потребительском кредите не всегда у тебя спрашивают, и ты не обязан говорить, зачем. Просто хочу, здравствуйте, хочу денег. Десять тысяч сейчас. Если твои доходы позволяют, почему бы нет? Ну да, и потом приобрести там прекрасную там пару... Или какую-нибудь редкую кошечку, например. И обязательно, обязательно и сразу непременно застраховать. Да. Ну, желательно, конечно. Ну, говоря о страховке, вообще-таки житейские случаи. Я недавно столкнулся, а различные торговцы животными домашними начинают требовать, ну, либо... Это нельзя сказать застрахованное жилье, но чтобы жилье было обеспечено различными оборудованиями, безопасно оборудовано для животных. Там различные блоки на дверях, на окнах, чтобы, не дай бог, никто не вывалился, не сбежал и так далее. То есть, даже тебе не продадут, если у тебя квартира не оборудована какими-то специальными вот такими вот штуковинами, девайсами, предметами и так далее. Нам демонстрируют, что хватит. Хватит. Ну, да, надо будет быстренько. Ну, если есть минутка, можно... Можно использовать столк. Ответить на этот вопрос. А, звоните когда-нибудь? Нет, нет, нет. Я не веду вопрос, это было житейское наблюдение. А, я забыл. Да, поделился. А, на самом деле, время выходит, нам пора прощаться. У нас в гостях был Артур Костин, наш гость, дорогой и любимый представитель платформы «Алтера». Большое спасибо за рассказ о кредитах, о кредитовании и страховании. Конечно же, текстовая версия нашей беседы выйдет на портале MixNews.lv. Много полезного можно будет подчеркнуть из этих публикаций. Спасибо. Спасибо большое, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова